Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Мы входим в исторический город. Это старый город Сан-Диего. И сегодня я вам расскажу, что это такое, когда он образовался. Знакомьтесь, это мой муж Мик, и он будет мне помогать вам рассказывать о старом городе Сан-Диего. Итак, мы с Миком сегодня в старом городе. Здесь можно погулять и провести целый день. Мы покажем вам именно то место, где возник город Сан-Диего. Культура коренных американцев в районе Сан-Диего насчитывает более 10 тысяч лет. Когда европейцы прибыли в то, что сегодня известно как старый город Сан-Диего, он уже был домом для народа Кумияй. Кумияй жили на берегах реки Сан-Диего тысячи лет. Кумияй существовали в утонченном образе жизни охотников и собирателей. Мелкая дичь и желуди были основными источниками пищи. Однако их знание земли дало дополнительные продукты питания и лекарства. Первым прибывшим европейским исследователем был Хуан Родриго Скабрильо. Он объявил этот район Испанией, назвав его Сан-Мигель 28 сентября 1542 года. Он описал этот район как закрытый и очень хороший порт. А о людях Кумияй он сообщил, что они были добродушными и привлекательными людьми. Привет, Мик. Привет, Мик. Ты видел ранние дома в Сан-Диего? Снимая так близко, Мик пытался обмануть вас, чтобы дома выглядели как настоящий город. Старый город Сан-Диего называют родиной Калифорнии, потому что в 1769 году отец Джунипера Серра вместе с группой испанских солдат основал первые постоянные европейские поселения в Калифорнии. Отец Серра построил первую из 21 миссии, которая положила начало развитию Калифорнии для Испании. Первоначально миссия была построена рядом с испанским фортом под названием Президио, который находится на холме с видом на реку Сан-Диего и то, что сегодня является старым городом Сан-Диего. Мик рассказывает, что в 1769 году отец Джунипера Серра создал первую миссию в Сан-Диего. Это французский миссионер. Миссионеры из Испании помогли обучить местных индейцев, чтобы они стали хорошими христианами. Позади Мика католическая церковь, созданная в традициях испанских миссионеров. Это означает, что впервые испанские миссионеры прибыли сюда, в Калифорнию, и основали миссии для индейцев. И, возможно, на самом деле это была одна из небольших миссий, которые они создали. Возможно, они просто построили здание, но по традиции испанских миссий. В 1821 году Мексика стала независимой от Испании, а в 1882 году новое военное командование вместе с бывшими испанскими солдатами создало общину на базе Президио. Сегодня большая часть этой территории является государственным историческим парком «Старый город». Испанцы строили конструкции из высушенных на солнце сердцовых кирпичей. И четыре из этих зданий из сердцового кирпича, или адоба, стоят до сих пор. Мик говорит, что это подлинный адоба. Посмотрев, видно, что люди наступали на него, и он изношен. «Старый город» «Старый город» Мик смеется, что это то, что я сказала, что я хочу для него надеть на шею. Сначала я не поняла, что это. Я перевожу вам, о чем общаются эти люди. Ты обещал мне, что построишь дом как минимум за 300 долларов. Ха-ха-ха, дом за 300 долларов. Тогда это, наверное, было много. До того, как он купил его, оно называлось Ранш-де-насион, в которое входили территории, ныне именуемые National City и Чула Виста. Ух ты! Ранш-де-насион. 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 Мик приглашает к меня пойти в магазин Майнер Джем, позади него. Поискать камень Шунги. Власть Мексики закончилась в 1846 году с подписанием договора Квадалупо и Дальго. В 1850 году Калифорния стала штатом, а Сан-Диего в этот же год стал городом. В моих следующих видео я покажу и расскажу вам еще много интересного про старый город Сан-Диего. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ваша зажигалочка. Спасибо за просмотр!